Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и также хотел бы вас попросить обязательно поставить лайк под этот ролик, написать в комментарии больше 6 слов, чтобы продвинуть мой ролик, так как, скорее всего, мой канал попал в теневой бан ютуба и не продвигает ролики, даже иногда не показывает их моим же подписчикам в разделе подписки в ютубе, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Ну что же, давайте будем смотреть, какие нам сегодня в принципе состоят сыграть матчи. Против Анже, домашняя игра в чемпионате, выездная в кубке против Рена на стадии 1.8, выездная против Меца в лиге. И сначала будет ходить домашняя игра, не очень-то я люблю дома начинать, в Еврокубках тем более, ну и в принципе вот эти вот матчи дома и на выезде. Но в принципе, я, кстати, ни разу еще не проверял в FIFA 22 правила вот этого выездного гола. Вроде как его убрали, но вот не проверял. Но будем играть против Вольсбурга, вроде серьезная такая немецкая команда, которая вот как раз в лиге Европы может себя показать и до дальних стадий дойти, но в итоге мы встречаемся с ними сразу. Так, дальше играем мы против Клермона дома, также опять же ответная игра против Вольсбурга, выездная игра против Трои. Ну и в марте у нас домашняя игра против Монако, выездная против Бреста и домашняя против Ниццы. Ну скорее всего здесь где-нибудь вот у этих числах добавятся следующие матчи Лиги Европы, если мы, конечно, пройдем сегодня Вольсбург, поэтому это очень интересно. Ну и так же, сейчас у нас статистика вот такая, за 4 игры у нас 6 голов, 3 голевые передачи, еще ни в каких топ списках мы не находимся, ни в бомбардирах, нас нигде нет, потому что там минимум 8 мячей надо забить. В голевых пасах здесь, кстати, 3, но мы вроде как 2 отдали в чемпионате, одну в кубке, и вот я не знаю, появился ли я здесь. Сейчас, да, кстати, вот Мунис, у меня один матч, одна голевая, на втором месте иду в списках ассистентов в кубке Франции, поэтому вот как-то так. Ну что же, давайте будем начинать, Марсель против Анже, у нас сейчас лидерство в 5 очков над второй строчкой, замечательно. Ну и вот как-то так играем снова левого полузащитника, поехали. Ну что же, болельщики Марселя приготовили вот такой замечательный перформанс, домашняя наша игра. Ну что же, навесы, не знаю, вот командное владение, давайте снова вот оценку попробуем взять, но вот ни навесы, ни командное владение я за это не могу в ответе быть, а вот за оценку, за свою постараемся, поэтому начинаем. Так, ну вроде как начинаем так более-менее прессинговать и нас переиграли, корпусом так сразу оттеснили, переиграли, обыграли, не знаю как лучше, но вот будет сразу же удар от ворот, поэтому это неплохо. Спокойно, комара, через балерги. Поед по флангу. Милик. И вот получаем хорошую передачу, можно смещаться в центр и попробовать с дальней дистанции пробить, вратарь потащил, но удар был хороший. Так, а Рид неплохо, поменялись так позициями, Милик отдает на меня. Отлично, мы догнали мяч, отпасывали обратно. Трезеге, можно запросить вот здесь вот передачу. Мунис, хороший какой удар, но будет угловой. Навесик отдать. И вот он момент, ну вот же, нужно забивать и забивает. 67-я минута, 1-0. Хавьер Мунис выводит вперед Марсель. Добились, добились своего. Очень много сейвов сделал Бернардони, очень много было у нас моментов, но вот все-таки смогли реализовать в концовке, если можно так сказать, в середине второго тайма. Ну и противоход поймали, сами смещались в правую сторону и пробили в левую. Ну это отлично. Хороший действительно гол у нас получился. Забили уже седьмой гол в Лиге 1 в пятом матче. Супер. Минимальная победа Марселя над Анже Дома. 67-я минута оказалась для нас результативной, но всего лишь один забитый мяч. Мы сейчас просто посмотрим, сколько было у нас явных моментов по XG. Ну что же, мы в любом случае игроки матча. У нас один гол. Вот были у нас удары. 7 ударов, в принципе, мы нанесли. 16 ударов было всего у Марселя. Поэтому, здесь, мне кажется, вопросов быть и не должно было. Ну и вот по XG мне сейчас интересно. Мы наиграли действительно на 5 мячей. Поэтому, как-то вот упустили вот эту вот реализацию. Ну что же, по заданиям сделали рейтинг матча, точные навесы. Вот владение мячом, к сожалению, надо было 65, а у нас 61%. Ну что же, у нас Кубок Франции. Играем против Рен на выезде. Это уже одна восьмая финала. В прошлом матче мы обыграли соперника со счетом 1-0. В Кубке это было... Сейчас я уже даже не посмотрю, как эта команда называется. Но вот вы видите, 29-го числа мы против них играли. Наша, кстати, вот подача с углового оказалась результативной на Милика. Наша голевая зашла. Ну вот посмотрим, как сегодня мы отыграем. А-а-а, Рен против Марселя. Уставшие многие игроки. И Милик, и мы, Комара, Пайет. Но постараемся все-таки обыграть соперника. Поехали. Ну что же, приехали, я так понимаю, наши болельщики на эту выездную игру. Все-таки одна восьмая Кубка. Так, два гола, либо голевые две. Ну давайте здесь снова. Также вот я бы взял бы оценку. Рен против Марселя. Одна восьмая Кубка Франции. Поехали. Так, а вот неплохо бежим, подключаемся к этой атаке Милик. Какой удар. Ну здесь мы на подборе отлично отыграли. Как будто знали, куда полетит этот мяч. И еще и пробьем. И как вот сейчас это забиваем. Вы просто посмотрите. Надо посмотреть с повтора обязательно. Седьмая минута, 1-0. Просто не зря. Не зря сейчас рванули вместе с Миликом. Подобрали этот мяч. Еще как-то вот он курьезно так залетел. Ну и Хавьер Мунец забивает свой первый гол в Кубке Франции. Отлично. Смотрим. Здесь все-таки получилось пройти. А, ну здесь с рикошета от защитника в пятку. Там вроде как-то в ногу ему попали. Сейчас посмотрим. Здесь он так вот выставил. Ну, от Буци. Вот так вот. Начал лететь по другой траектории мяч. И вратарь был обескуражен этим ударом. Но засчитали мяч на нас. Все-таки отлично. Первый гол в двух матчах в Кубке Франции. Замечательно. Хавьер Мунец заводит наших же болельщиков. Чтобы поддержка была даже после забитого мяча. Опасный какой момент. Балерди и... И мы пропускаем. Вот это косяк Балерди. Уж точно. Надо было как-то сразу выносить. Он почему-то решил принимать еще этот мяч. Ну и 22-ая минута. Мы пропускаем гол от Гуэрасси. Все, можно рискнуть. Двигаться дальше. И передача на Ундера без офсайдна. Пайет. Трезеге. Обратно. Ух, как сейчас распасовались. Ай, выходим вперед. Ни гол, ни голевую мы сейчас не сделали. Но в любом случае поучаствовали в этой атаке. Пред голевую передачу отдали. Супер. Какой опасный момент. Салиба. Отлично здесь вверх выиграл. Можно дальше двигаться нам. Как-то и защитники нас не встречают. Еще и последние минуты первого тайма. И пробьем. И пробьем. Это можно было делать. Потому что видели как играет этот вратарь. 3-1. Дубль плюс голевая у нас. А нет. Без голевой. Просто мы дубль сегодня забили. Уже подумал, что я... Голевую отдавал на Милика. Но нет. Второй мяч забиваем в этой встрече. Ну и... Во втором тайме начнем игру с хорошим таким заделом в два мяча. Прошла мимо нас эта передача. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ихян начал забивать. Уменьшает наше преимущество. Я не знаю, сейчас из-за нас, не из-за нас пропустили мы этот гол. Но подача пошла с нашего фланга. Мы так просто спину подставили. Но здесь, мне кажется, Паул Лоббис должен был выходить. Но он столкнулся с нашим же защитником. В обороне отрабатываем на этом стандарте. Кали-Токар выше ворот. Но в любом случае мы побеждаем с счетом 3-2. Наш дубль нам, можно сказать, принес действительно победу. И выходим мы в четвертьфинал Кубка Франции. Ну что же, у меня оценка 10-0. Два гола я забил. Гол еще забил Милик. И голевую одну отдал Трезеге. Ну что же, в параллельных матчах ПСЖ. А также обыграл Страсбург, как и мы, с счетом 3-2. Монтелье минимально прошли Нан 2-1. Трое минимально обыграло, не знаю, АЖ Аушер. Может быть так. Ну и Монако уверенно переиграло Тулузу с счетом 2-0. Ну и как бы соперника пока что мы своего еще не знаем. Там 3 матча не доиграли. Но по заданию выполнили снова 2. Рейтинг матча и участие в голах. Но соотношение голов к ударам у нас 40%. Надо было 65. Так, изменения в расписании. Бордо-Марсель матч перенесли. Я не знаю, это из-за Кубка Франции. Скорее всего, сейчас посмотрим. Да. Кстати, Бордо перенесли. Я не понял, перенесли матч с Бордо или как? Не понимаю. Но у нас в четвертьфинале соперник именно Бордо. Вот. Так что будет интересно посмотреть. По забитым мячам у меня здесь снова до сих пор в принципе нету. Потому что у меня 7 забитых мячей в чемпионате Франции. Вот. Сколько там у Неймара? Не посмотрел. 22. Ну, тяжело, конечно, будет. Но в любом случае, я приехал в Марсель за, можно сказать, действительно трофеями. И за Кубком Франции, и за чемпионатом сейчас. И почему бы за Еврокубок не побороться. Я надеюсь, там Валенсия все-таки в Еврокубке в следующем сезоне и без меня выйдет. Мец против Марселя. Чемпионат Франции. Поехали. Ну что же, 24-й тур чемпионата Франции. Марсель против Меца. Ну и сейчас посмотрим, какие у нас задания на этот матч. Оценка. Точные передачи. Давайте точные передачи. Это уже лично для себя я буду точнее пасовать. Чтобы все-таки оценочку получше там за задание вот это вот получить. Ух, как сейчас просто отбежали всех. Ну и здесь надо. Надо забивать. Ой-ой-ой. Не попали мы даже в створ. Но Ундер забивает в любом случае. Но здесь сами мы поплатились. Выход 1 на 1 не реализовали. Очень как-то так далеко мяч под угол ушли. И надо было, мне кажется, с таким-то уже моментом в дальний пробивать. А Ундер забивает 10-й мяч. На 3 мяча у нас опережает сейчас. Но в любом случае там вроде и Милик больше забил в чемпионате Франции. А я зато вот здесь вот в отбор вступаю. Может быть голевая? Нет. Милик сбрасывает и поед. Делает счет 2-0. Но все заслуга, естественно, можно сказать, на мне в этом голе. Но вряд ли кто-то вспомнит об этом. Но посмотрите, как здесь вступил. Мощно отдал на Милик. А тут просто скатил на Пайета. Но 2-0 в любом случае. Не гонюсь в Марселе уж тем более за забитыми мячами. Потому что пришел в команду в середине сезона на полгода. Поэтому только вот общий результат меня интересует. Не личный. Милик. Отдал все-таки на Найвс. Отлично разобрались. Да и пробить же можно это гол. Отлично. Доводим матч. И счет до разгромного. 3-0. 81-я минута. Но и стоило нам все-таки действительно забить в этом матче. Как минимум в каждом матче, если забивать, будет уже хорошая у нас форма и статистика. Должна быть стопроцентная точность передач. И нет, кстати, не засчитали этот гол. Я помню, как наш гол также не засчитывали на последних минутах. Хотя вот для Меца, может быть, 3-1. Что-то был бы получше. В любом случае, у них бы хотя бы был забитый мяч в игре. В итоге, просто разгромная наша победа от арбитра не засчитал уже второй раз в этой карьере голы на последних действительно секундах. У меня оценка 9-6. Я забил единственный гол. Мильк отдал две голевые передачи. Ундер и Пайет сегодня вот забили. Ну что же, выполнили только одну задачу, задание. Это рейтинг матча. Вот точные передачи. Вообще 66%. Ни одну голевую не отдал. Это уже вот плохо. Ну что же, наш дебют в Еврокубках ни разу мы не играли. И вот 17 февраля 2022 года. Марсель против Вольсбурга. Еще и домашняя для нас игра. Надеюсь, что получится что-то из себя показать. И в принципе, если мы с Марселем сможем дойти до финала. Это предварительный какой-то раунд написан. Странно, что так. Хотя стадия 1-8. После... Так, а какое место? Второе все-таки занял. Марсель, поэтому они с 1-16 это и начинают. Шесть всего забитых мячей. Топ. Это у Хазри, у Тока и Комби. В Лиге Европы. Поэтому надо вот постараться. Там 2-3 мяча за игру забивать. И может быть получится стать лучшим обордием. Кстати, мы обогнали Харита. По рейтингу, не помню. Может быть уже давно было. Но только сейчас это заметил. Марсель против Вольсбурга. Поехали. Итак, Лига Европы. Марсель против Вольсбурга. Сразу два таких серьезных соперника. На стадии уже 1-16. Так, командное владение, голевую передачу. Давайте оценочку попробуем. Получить хорошую. Но Вольсбург, это действительно равная, мне кажется, по силам команда для Марселя. Заньола мы видим в составе Вольсбурга. Пока что из таких вот других игроков я никого, в принципе-то, и не находил. И мы пропускаем. 32-ая минута. Гинчик за Вольсбург выводит их вперед. Но для меня в любом случае останется вот этот показатель выездного гола. Я не знаю, работает или нет это в FIFA. Но нам сейчас в любом случае нужно отыгрываться. Давно. Мы сегодня вообще первый гол вроде пропустили. Хотя нет, от Рена мы пропускали, да, в Кубке Франции. Баку. И здесь серьезно он сейчас забил. 83-я минута. То есть я ничего не могу про это сказать. Смотрим. Просто так подкрученным ударом в дальнюю девятку он забил. Есть, есть на самом деле время вот это вот, чтобы один хотя бы мяч сейчас забить. Отыграться, вот. Не было, не было офсайда, не свести. И все-таки забиваем. Отлично. На 90-ой. Кстати, мы тютелька в тютельку попали. 15 секунд у нас оставалось. Один мяч у нас получилось отыграть еще и в дебютной для себя игре в Лиге Европы. В принципе, в Еврокубках мы забиваем. Правда, вот будет в любом случае поражение, но забили. Так что полегче, я надеюсь, нам будет после этого в Германии. Один мяч есть. Ну что же, лучшим игроком в нашей команде никого нету. Но по оценке вроде я выше всех, да, 8-2. Один забитый мяч голевой отдал Диенг, который вышел на замену. Но в любом случае это поражение домашнее 2-1 от Вольсбурга. Ну что же, по заданиям выполнен только рейтинг матча. Ни голевую, ни процентов командного владения мяча не получилось набить. Ну и в принципе 9-0 оценку я тоже не получил. В любом случае у нас 21 уровень. Или нет, 22, я не знаю, как точно там. Но у нас 4 очка навыка. Так, ну будем смотреть. Может быть какие-то не докачали. Сейчас посмотрим по баллам. Вот, вижу уже длинные пасы. В принципе насчет них у меня вопросов и нет. Какие-нибудь вот бы с подкруткой. Подкрутку в пасах мы полностью всю прокачали. Может быть в ударах что-нибудь, по-моему, мы нашли. Так, ну я бы вот, давайте тогда попробуем завершение докачать. Во-первых, по 2 он стоит. Ну вот как раз все и вложим. Вот. У нас теперь завершение 82. Ну и рейтинг написано сверху, что 79. Я не знаю, какой он будет. Здесь вообще 80 написано. Какой будет по итогу. Здесь тоже 79. Скорее всего он и будет 79. Ну что ж, сейчас у нас домашняя игра против Клермона. Они идут на 13 строчке. У нас лидерство на данный момент в 4 очка. Но если мы сейчас еще и выиграем Клермо, то наше лидерство перейдет в 7 очков. Это будет просто замечательно. Многие игроки, естественно, у нас уставшие. Потому что не было нужной ротации из-за Еврокубков. Но попробуем и себя показать. Сильно, конечно, рисковать здоровьем своим не будем. Будем аккуратненько пытаться обыграть. Тем более Клермо. Мне кажется, мы и таким составом с такой выносливостью обыграем. Поехали. Ну что же, Марсель против Клермона. Очередной матч чемпионата Франции. Так, оценка. Голы за пределы штрафной. Но берем, значит, снова оценку. Потому что гол не факт. И там командное владение. Я тоже не уверен, что получится. И вот она, суперская передача. И можно забивать. Отлично. 23-я минута. Забиваем гол. Не из-за пределов, конечно, штрафной. Но в любом случае гол есть гол. Но теперь можно и поспокойнее отыграть этот матч. Где-то поменьше вот этих рывков делать. Но зато качественно перепасоваться. И все-таки мы пропускаем. 50-я минута. Клермо забивает быстрый гол во втором тайме. Забил Гастьен. НДР неплохо. Но здесь пробивать. И все-таки забили. Снова мы выводим вперед Марсель. И вот в стиле Крещано Роналдо, пожалуй, отпразднуем этот гол. Замечательно. Давно мы не забивали дубль. Жерсон зацепился все-таки за мяч. Ундер. И все-таки забивает. Отлично. 3-1. Хоть и я был сейчас в офсайде. В любом случае Ундеру получилось замечательным образом забить. Ну и шикарно. Под самую перекладину. Молодец. 3-1. На 78-м минуте. И все. Финальный свисток. 3-1. Дубль. Муниса. Один гол Ундера приносит Марселю победу в сегодняшнем матче. Ну что же. У нас оценка 10-0. Забили дубль. Ундер. Голл плюс пас. Голливуд также отдал Жерсон. И Пайет. Ну что же. Сделали только одно задание. Это рейтинг за матч. Десяточка мы получили. Ни одного гола за штрафной. И командное владение всего лишь 51%. Ну что же. У нас ответная игра против Вольфбурга. Играем на выезде. Также сил, кстати, немного. Вот Джебрейсиса даже в старте выпустили. Я не помню, кто там, кстати, был. Ну, не суть. В принципе, не он. Но в любом случае игрока с рейтингом 66. Важной игре. Решающей в Еврокубке выпускать. Ну, не знаю. Ну что же. Поехали. Итак, Хавьер Муниас забил 4 мяча в 3 последних матчах. Хорошая статистика на самом деле. Но вот сейчас желательно забить. Как минимум. Ну, точно надо еще один мяч забивать Вольфбургу и не пропускать. Так. Вот сейчас нечаянно пропустил. Не знаю, какое задание выбрал. Оценку. Там 50% обвода желательно бы надо было брать. Ну и точные передачи 15 штук должны, в принципе, справиться с этими заданиями. И вот он. И все-таки мы пропускаем Заньола. Теперь надо нам обязательно забивать 2 мяча. Чтобы как минимум сравниваться. Но это ужасная игра в Еврокубках для нас. Не знаю почему. Вроде и Вольфбург. Не такая уж сильная команда. А в чемпионате Франции мы вот идем на первом месте. Супер. Убираем всех. И всюду. Как сейчас развернули всех. И отлично. 1-1 в матче. 3-2 в серии. Надо, надо забирать этот мяч. Почему не забирает? Ладно. Так, скипнем просто. Уже забиваем второй мяч в Лиге Европы. Второй мяч у ворота Вольфбурга. Вот я единственный игрок, который пока что в составе Марселя забил в этом сезоне в плей-офф. Надо еще один мяч забить. Время-то есть. Ну как мы сейчас просто всех там накрутили. И одного, и другого защитника. Все. Так, ну вот никого вообще на подмогу у нас нет. Только против нас сейчас Русильон. Вроде как прошли. И вроде как есть. Сейчас у нас шанс забить еще и во втором тайме. Время у нас будет во втором тайме. Забили. Прямо перед самым перерывом. Мундер выводит нас вперед. Моя голевая передача. Ну, замечательно. 2-1. Теперь мы ведем уже на выезде. Пока что волевую победу мы одерживаем. Но как же здесь все идеально было, а? И Русильона мы прошли. И в контратаку после этого углового тоже прошли. 2-1. По матчу. 3-3 в серии. Ну вот нам бы желательно сейчас забить. Как неплохо-то, а? И можно дальше на Гибрейсиса. А если он еще вот сюда на меня передачу отдаст? И 3-1. Просто разрываем сейчас Вольсбург. И в сумме по двум матчам мы выходим вперед. Отлично. И в принципе я уже забиваю третий мяч в Лиге Европы. Можно сказать, такой хэт-трик в двухматчном противостоянии. Я забил ворота Вольсбурга. Дубль плюс голевая передача. Ну вот как вот сейчас этот паренек с рейтингом 66 отдал все-таки на меня этот пас? Ну и здесь Кастельс был не удел. В любом случае Марсель обыгрывает на выезде 3-1. Вольсбург наш дубль плюс голевая на Ундера нам приносят победу. И главное это выход в 1-8 Лиге Европы. Отлично. Вот она наша первая победа в Еврокубках. Замечательно всех. С этим я поздравляю. Ну что же, я стал, естественно, игроком матча. 10-0 оценка. Два гола плюс голевая. Гол также забил сегодня Ундер. Голевую отдал Гибрейсис. Ну и все. Ну что же, по заданиям выполнили рейтинг матча и успешной обводки. 81%. Ну вот сделали всего лишь 11 передач. Ну что же, закончился раунд. 1-16 финала Лиги Европы. Давайте посмотрим. Как вообще и что здесь происходило. Я сейчас вот смотрю, кстати, смотрите внимательно. Локомотив. Первый матч или второй, я не знаю, сыграли против, наверное, это все-таки второй матч, против АЕКа 2-1. 2-1. А предыдущий, как мы видим, я так понимаю, 3-1 закончился в пользу АЕКа. Локомотив проиграл. То есть здесь реально убрали вот это правило выездного гола. То есть это вот замечательно. В общем, следующие наши возможные соперники это АЯКС, которые прошли ГЕНК. Локомотив по пенальти обыграли АЕК. Мы прошли. Вольсбург, Бавария уверенно переиграла ПСВ. Но здесь смотрите, Бавария, уже видно Ювентус, поэтому одни из главных фаворитов, наверное, на Лигу Европы. Дальше прошел Зальцбург. Дальше прошел Ливеркузен. Дальше прошел Ювентус. Дальше прошел Лиль. И, я так понимаю, ну да, это все. Это все восемь, я так понимаю, команд с второго места сыграли против команд с третьего места Лиги Чемпионов. Ну и на стадии мы одной восьмой играем против команды с первого места Лиги Европы. Как понимаю, против Фенербахче. Сейчас мы посмотрим. Где они? Да, они заняли первое место в группе с Апуэлем, Лестером и Селтиком. Ну вот, Фенербахче интересный самый матч, на самом деле, поэтому, мне кажется, мы должны их проходить. Ну что же, сейчас у нас выездная игра против Трои. Интересно, на самом деле, соперник. Идут на пятнадцатом месте. Что у нас сейчас по нашему расположению списка бомбардиров? Мы идем на одиннадцатом уже месте. В Лиге 1 по забитым мячам у нас 10 голов за 7 матчей. Ну, замечательная статистика. В принципе, в принципе, если, я не знаю, сколько там осталось игр, если будем так же абсолютно идти, то у нас будет 14 матчей, 20 забитых мячей. Вот, то есть, немножечко, но вот там даже Неймар в хорошую отрыв-то ушел от второго места. По голевым, по голевым, если тоже посмотреть, то у меня здесь, в принципе-то, не должно быть. Я в чемпионате голевые-то так и не выдавал. Там тоже Неймар сейчас номер один. Ну что же, трое против Марселя. Лига 1 Конфорома, она теперь уже Убер-Иц. Не знаю, как правильно. Ох, у меня еще и выносливость никакущая, но поехали. Итак, Хавьер Мунец забил 5 мячей в трех последних матчах. Хорошая статистика у нашего игрока. Ну и выездная игра против трое. Посмотрим, какие нам задания сегодня выдадут. Так, два удара, поворотом, сделать 7 передач. Я не знаю, давайте вот по передачам попробую побольше. В итоге сколько нам надо их сделать? 10 штук всего лишь, давайте. Сейчас надо их быстренько нафармить и можно начинать игру. При том, что я даже не просил. Он сам решил отдать. И, ну забивать, отлично! Вот как нужно разыгрывать штрафные. Побежим к нашим болельщикам. Отпразднуем гол вместе с ними. 25-я минута, выходим вперед. 1-0. И пропускаем. Матеус на 37-й минуте забивает, сравнивает счет. Замечательно. Комара, неплохо. Мунис. На шикарном ускорении. Ну и забивать надо, отлично! Выводим вперед Марсель. Забиваем очередной мяч. Ну и сейчас будем просить замену. Потому что очень много сил и так уже потратили. За сегодняшний выпуск. Поэтому давайте попросим замену. Ну и досмотрим матч со скамейки запасных. Так, ну и Комара здесь должен забивать. И все-таки забивает. 3-1. 74-я минута. Не понимаю, как сейчас вот так вышло. Что все защитники просто отвалились. И наш опорник, еще и капитан увеличивает преимущество. Ну вот, наверное, трое вся побежала в атаку. Потому что минимальное было отставание. Ну и пропустили. В следующей же, наверное, атаке после того, как я ушел с поля. Ну что же, заканчивается матч. Наша победа со счетом, если я не ошибаюсь, 3-1. В принципе, закончилось. Последний гол забил Комара. Вот. Я игрок матча. 10-0 оценка. Забил дубль. Голевая от Милика. Гол плюс пас от Комары. Поэтому вот как-то так. Ну что же, сделали мы все три задания. И рейтинги, удары, и дочные передачи. Поэтому все супер. Ну что же, Кубок Франции. Четвертьфинал. Играем против Бордо на выезде. Посмотрим, что сегодня из нас выйдет. У нас, кстати, снова мало выносливости. Потому что сейчас у нас очень плотно идут все матчи. И Кубок, и Чемпионаты, и Лига Европы. Потому что мы еще и прошли дальше в 1-8. Поэтому давайте попробуем. Посмотрим по ситуации. Как минимум, первый тайм мы отыграем. А дальше будем смотреть. Если будем ввести в счете, то снова также попросим замену. Поехали. Ну что же, четвертьфинал. Кубка Франции. Бордо против Марселя. Так, оценка. Не проиграть в матче. Сделать 10. Давайте я лучше бы взял вот это вот задание. Не проиграть в матче. Я вроде вообще его никогда не брал. И что, какая здесь у меня максимальная задача? Выиграть именно, да? Дополнительная задача. Выиграть, да? Если мы только выиграем, тогда мы еще и сверху 1000 очков получим. Но мне кажется, мы выиграем. Почему-то вот у меня вот... Тем более, это кубок. Точно здесь не ничья не будет. Вот. Поэтому, мне кажется, мы сможем. Один голик, там два забить. И вот так вот по минималочке обыграть. Бордо. Мунис. Через Милика. Ну вот, если еще. И супер. Ну и забивать. И просто забить. Супер. 30-ая минута. Это 1-0. Милик шикарно на нас голевую передачу отдал. Ну и выходим вперед. Поэтому, в принципе, сейчас может быть. Первый тайм только отыграем. Сразу попросим замену. Давайте попросим замену. Хоть я и задание там не сделал, правда. Но в любом случае, мне нужно дать вот этот отдых. Потому что все матчи буквально без замены я отыгрывал. Ронье выходит вместо меня. Так, ну и смотрим остаток матча. Ну что же, финальный свисток. Матч так и закончился со счетом 1-0. Сделали результат. Спокойно пошли на отдых. Поэтому, мне кажется, вот этот один тайм мало бы что принес. Но зато мы хотя бы вот постараемся немножко восстановиться. Итак, лучшим игроком матча признан я. Кстати, оценка 10-0. Вообще замечательно. За 45 минут получил такую оценку. Голевую на меня отдал Милик. Ну и все. В принципе, я не сделал там только вроде как одно задание. Это по передачам на чужом поле. На чужой половине, точнее. Вот. Сделал там штучек 6. Надо было 10. Но в итоге выполнил, наверное, там и оценку. Так, во-первых, Сентитиен, Монпелье и ПСЖ. Наши возможные соперники. Против ПСЖ я вроде еще ни разу не играл. Поэтому мне как бы интересно. Но желательно мне бы вот против Сентитиена либо Монпелье попасться. А вот ПСЖ было бы красиво, если бы в финале против них мы бы сыграли. Ну что же, да. По заданиям получил оценку 10-0. Не проиграли. Выиграли даже в матче. Поэтому еще и 1000 очков получаем. Ну вот, минус 5 очков. Вот этих звездочек даже. А за то, что они сделали 10 передач на половине поля соперника. Ну что же, у нас домашняя игра. 27-й тур. Мы сейчас лидируем в 7 очков над ПСЖ. Но у нас еще и матч в запасе. Поэтому если мы сегодня обыграем Монако, которые идут на 5-й строчке. То у нас будет лидерство в 10 очков. Мне кажется, это просто замечательно будет. Так, а что у нас на данный момент? Мы идем на 5-м месте. Уже, кстати, у нас 12 забитых мячей за 8 матчей. Это просто супер. Вот, как-то так. Ну и осталось 11 забитых мячей до Неймара. Это если так смотреть, если я реально настроюсь на то, что нам надо становиться лучшими бомбардирами Лиги 1. Ну а в ассистентах здесь меня сильно-то и нет. Потому что одну голевую я отдал в Кубке. И три остальные вроде как в чемпионате. Я могу вот здесь это посмотреть, в принципе. Нет, не здесь. Я не помню где. Вот, вот здесь вроде мои действия. Там статистика выйдет. Вот, в Лиге 1. Две голевые в Лиге Европы. А, еще и в Лиге Европы я, кажется, за голевую действительно отдал. И в Кубке тоже одну. Поэтому у меня всего лишь две голевые в Лиге 1. Вряд ли я что-то там еще сделаю. Но так, статистика вообще чумовая. 13 матчей за Марсель пока что. 18 голов, 4 голевые передачи. Оценка 9,4 средняя. Ну это супер. Но 80-й рейтинг мы обязательно должны получать в этом сезоне. Там, наверное, грамотно надо как-то вложиться. Но вот, по, кстати, выносливости, смотрите, немножечко маленькая там пипирочка осталась. Только так мы больше всех, мне кажется, здесь заряжены. Вот. Ну и Лопес, понятно, что он не сильно-то устает. Ну, кстати, играет Головин сегодня в старте у Монако. У них уставшего он в Альеха есть, Бартра. Поэтому посмотрим. Марсель против Монако. Поехали. Ну что же, Марсель против Монако. Чемпионат Франции. Так, оценка. Гол за пределы штрафной. Три удара. Нет, оценочку, наверное, получу. Ну и также я сегодня, скорее всего, тоже полный матч не отыграю. Там уже будем смотреть. На минутки 60-й и 65-й я, может быть, попрошу замену. Потому что у нас следующая игра в Лиге Европы против Фенербахче вроде. Я не помню. С турецкими командами у меня память плохо работает. Вот. Но посмотрим. Как, в принципе, там будет что-то у нас происходить. Поэтому, по ходу матча тоже от этого будем отталкиваться. Я вообще думаю, это сразу не точно. Но вот Резеге неплохой получает передачу. Там Харид. Ой-ой-ой, ну это пенальти. Это 100% пенальти. И желтую карточку еще получишь сейчас. Кто это у нас? Диата. Так, ну бьет, кстати, Милик. Вот почему Милик-то? У него что, лучший показатель пенальти? Надо нам пенальти прокачивать, чтобы становиться штатными уже пенальтистами. Ну забей хотя бы. И отлично. 1-0. Милик забивает пенальти, которое заработал Харид. Супер. Уже на 9-й минуте выходим вперед. Фафана выбил мяч, поэтому будет у нас угловой. И забиваю гол головой. Я даже сам сейчас не поверил этому. 2-0. 26-я минута. Это вроде мой вообще первый гол, который получилось вот так вот забить с углового. Но это супер. Надо посмотреть его еще из повтора. Я не знаю, кто там, кстати, подавал. Харид, не Харид. Ну и посмотрите. А, в самую девятку здесь с головы положили. А, кстати, против головы нас здесь боролись. На этом угловом. Но здесь Желсон Мартинш не помог вратарю. Поэтому мы забиваем очередной мяч за Марсель. 2-0. Увеличиваем преимущество. Супер. Ну и здесь заброс на Милика, скорее всего. И трезыки. 3-0. 45-я минута. Как сейчас все здесь раскатали. Правда, я не поучаствовал. Выходит в этой атаке. Но в любом случае, очень хороший здесь и гол. Комбинация вся эта. И 3-0. К перерыву мы громим Монако. Да, пошла замена. Диенг выйдет вместо меня. А так, неплохо вроде мы отыграли. Смотрим остаток матча. Ну что же, забивает Монако. Это еще и Бартра. С углового. 78-я минута. Ну вот один гол получилось отыграться. Ну что же. 87-я минута. Монако забивает еще один мяч. И это еще и Головин забил. Поэтому сейчас у Монако реально есть шансы вырвать ничью. Но реально пропустили. Мы два сейчас мяча. Очень обидно. Один с углового. Потом еще и Головин сейчас. Но вот главное, чтобы додержали наши парни. И все. Финальный свисток. Слава богу. Одерживаем победу. Минимальную. Хотя вели 3-0. Ну вот как-то так. А ведь пропустили мы два мяча после того, как меня убрали с поля. Там с минуты 60-65. Вот сколько я. А, еще и Головин стал игроком матча. Вообще замечательно. Так, покажите мне мою. А у меня сколько оценка? У меня тоже 8-8. Но у меня один забитый мяч. Я был на поле 63 минуты. Ну вот как-то так. Ну, в любом случае. Милик тут гол плюс пас. Трезеге гол забил. Ундер голевую отдал. Ну вот у Головина были шансы. При том, что как могли дать Головину, если я из-под него и забил с этого углового. Очень странно. Ну что же. По заданиям выполнили оценку. Не забили гол из-за предела штрафной. И нанесли ровно 3 удара. Поэтому замечательно. Два задания вот мы сделали. Ну что же. У нас сейчас очень важная игра. Старт Лиги Европы. Уже 1-8. Между прочим. Играем против Фенербахче. Вот. Очень неудачно мы отыграли дома прошлый матч против Вольфбурга. Ну вот, надеюсь, против Фенербахче у нас получится отыграть. У меня полная стамина. Поэтому вот матч именно с Фенербахче я должен отыграть полностью. Потому что это уже матчи буквально на вылет идут. Поехали. Ну что же. Вот. Приехали болельщики в Фенербахче. Во Францию. Посмотреть на важную игру. Марсель против Фенербахче. Так. 50% обводок. Давайте вот. Давно не брали обводочки. Попробуем пофинтить. Ну и посмотрим. Если многие говорили, что мы случайно обыграли Вольфбург на их поле. И прошли на вот стадию 1-8. То мы должны сейчас доказать им, что мы еще и готовы бороться за трофеи. Правда там Бавария и Ювенту. Снова слава богу, что они нам не попались. А попался нам вот Фенербахче. И. Ну забивай. Нет. Снова нет у меня забитого мяча. Очень хорошо играет вратарь Фенербахче в сегодняшнем матче. Вот. И. Отлично. И это голевая передача. Я боялся, что здесь будет офсайт. В итоге нет. Тут уже и сам просил передачу. В итоге сам забил. Я даже не увидел на кого отдал. Забил Трезаге. Замечательно. Но главное, что мы вышли вперед. Супер. И сравнивает счет Бериша. 60-ая минута. 1-1. Еще и Милика поменяли. Но не держит. Можно двигаться дальше самому. Но здесь и забивать надо. На самом-то деле есть. Буквально сразу же. Побежали после пропущенного гола мы в атаку. Гол плюс пас. За этот, по крайней мере, матч. Ну и вот. Очень хорошо у меня получается играть в Еврокубках. Мы и в Ольцбургу там. Три вроде мяча забили. И голевую отдали. Ну, в противостоянии. И вот сейчас вот уже. Гол плюс пас. Замечательно. Поэтому в Турцию мы должны поехать как минимум с хорошим заделом. Ну, побеждать сегодня мы обязаны. Минимально, не минимально. Но вот победа должна у нас быть. Трезыге, видно же нас. Инсами какую передачу отдает, а? Надо 3-1 делать. Нет, забивай. Забил сам. Инсами забил сам. Но вот не получилось. И вот вратарь очень хорошо Фенербахче играет. Сегодня. Но как вот здесь вот все вышло. Без офсайдных главное. Ну, голевую здесь на меня, естественно, не запишут. Но главное, что забили еще один мяч. И вот. За три минуты забили два мяча. Молодцы. И пропускаем. Ковечи нам забил. Фенербахче уменьшает наше преимущество. Счет 3-2. Орбитер дает играть. Нет, все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа в Лиге Европы. Но это первая наша победа в плей-офф. Лиге Европы в этом сезоне. Потому что мы вроде как минимально Вольфбругу здесь проиграли. По их джи сейчас, мне кажется, там... Ну, мы должны были и 5, и 6 мячей сейчас Фенербахче забивать. Но очень хорошо играл вратарь. У нас гол плюс пас. Вот. Гол забил он сами. Голевую и гол также Трезаке сделал. Вот. Но я хочу посмотреть сейчас у Фенербахче. Вот. Алтай Баиндир. Баиндир может быть. 11 ударов, 9 створ, и он сделал 6 сейвов. 3 всего лишь мяча пропустил. Ну. Один из лучших действительно игроков в Фенербахче. Так. Ну и по заданиям. Мы сделали успешные обводки. Точные навесы. Мы даже ни разу и не навешивали. Поэтому вот как-то так. Так. У нас 22 уровень. 4 очка навыка мы получаем. И также там в Талантах. Почему у нас давно, кстати, у нас ячейка Таланта открыта. Надо сейчас посмотреть, что такое там быстрый какой-то ответ был. После пропущенного гола. Прицельный удар. Удар Шведой. Давайте вот этот быстрый ответ. Мы добавим. После пропущенного гола будем сразу уже бежать в атаку там. Так. Так-так-так-так-так-так. В чем у меня сейчас какие проблемы? Я не знаю. Темп. Мы там все же сделали. А мне здесь вот не хватает очков. По скорости я бы не сказал. Мне бы вот дриблинг бы что-то там бы подкачать на самом-то деле. Можем вот за 3 получить пятую звезду на финтах. Ну и баланс сюда же качнем. Ну вряд ли 80-й рейтинг сейчас будет. Но в любом случае у меня будет теперь 5-звездочный как минимум футболист. Хоть я финты там не сильно использую. Но может быть что-то да и получится. Как-то будет он лучше двигаться у нас на поле. Сейчас у нас выездная игра против Бреста. Ну и останется 2 игры у нас в принципе сегодня на выпуск. Брест против Марселя. Так, а у нас, кстати, сейчас надо посмотреть. У нас же следующая прям сразу идет игра. Против, да, против Нербахче. Поэтому я также, наверное, минутки до 60-й отыграю. Надо вот за первый тайм успеть нас забивать мячей. Брест против Марселя. Поехали. Итак, задание оценка, перехваты, голевые передачи. Давайте оценку попросим. Так, неплохо раскачать попытались. Ну вот, наших 5 звезд пока что. Ну и потому что я ее не использую. Думаю, просто может быть получится так проходить. Файвер забивает. Нам забивает Брест 23-я минута. И мы уже пропускаем. Но вот сейчас у меня получится, может быть, эту перочку использовать. Быстрый ответ. Там за 15 минут надо успеть забить. Но вот опять же у меня потеря мяча. Здесь можно бежать вперед. И нужно. Ну, забейте, отлично. Ундер забивает. Правда, я голевую передачу так и не отдал. Там Трезеге вроде отпасовался на Ундера. Еще раз смотрим. Да, ну здесь прям все идеально. Но время, в принципе, еще есть. До 60-й для меня лично минуты, чтобы вывести Марсель вперед. Трезеге. Хорошая какая передача. Но это выход 1 на 1. Это нужно забивать, и мы забиваем. 35-я минута. 2-1. Не получилось голевую в прошлой атаке и в прошлом голе отдать. Зато получилось забить сейчас. И выводим Марсель вперед. Ну, как же здесь, во-первых, на нас передачу эту отдали, а? И вратарь не стал, кстати, уходить в правый угол. Я думал, он туда уйдет. И решил в ближний пробить. А он так и остался. Поэтому здесь чисто на силу у меня получилось забить. Так, ну и все. Нас заменили. 75-я минута. Вот отдохнем вот эти 15 минут. Ну что же, финальный сесток. Минимальная победа все так же и осталась за Марселем. Поэтому ребята молодцы в любом случае. Сейчас посмотрим, что у нас по оценке. 9-6 я получаю. Еще и лучшего игрока. У меня один гол. Трезаги отдал две голевые передачи. Ну и Ундер забил сегодня один гол. Ну что же, по заданиям выполнен только рейтинг матча. Не совершил три перехвата. Ну и не сделал голевую передачу. Ну что же, сейчас у нас важная, я надеюсь, не последняя игра в Лиге Европы. Ответная игра против Фенербахче. Минимально пока что мы ведем в этом противостоянии. Но вот, желательно сейчас нам усилиться как-то. Ну и посмотрим сейчас, кстати, где мы. Я на 10-м месте в списке бомбардиров. У меня 4 мяча за 3 игры. Ну и вот надо забить еще 3 мяча, чтобы догнать Хазри из Браги. У него 7 забитых мячей. Ну а также по голевым я бы посмотрел. Я уже как минимум 2 там отдал. И я иду на 11-й строчке. Вот, лучшим ассистентом Лиги Европы можно было бы стать. Сейчас там у Влашича 5 голевых. Он из Вестхэма, поэтому посмотрим. Посмотрим, как выйдет, как получится. У меня сил, кстати, ну не так уж и много, потому что на 75-й только меня заменили. Фенербахче против Марселя. Поехали. Ну что же, наши болельщики уже на трибуне. Так, а где я? Почему вообще никто ничего не появился? Сейчас странно. Оценка 7,5. 50% обводок. Давайте снова обводки возьмем. Мне очень странно было, что сейчас меня даже не видно было. Постоянно я выходил, а сейчас просто как-то вот забаговался. Очень странно. Так, Трезеге. Ух, как хорошо сейчас и можно. Можно бежать в атаку. Никто не держит. Можно бежать. И в дальний. Вот сейчас надо было бить именно в дальний. Отлично. 4-2. Мой второй вроде мяч оборота Фенербахче. Я не помню. Гол плюс пас вроде у меня за прошлый матч. Поэтому сейчас вот у вот этого вот Алтая потащить не получилось. Я прям до последнего ждал, когда он прям сместится в ближний угол и пробил в дальний. Замечательно. Забиваю уже пятый гол в четвертом матче. Ну и осталось сегодня... Мне надо хоть трик сегодня забить, чтобы сравняться с бомбардиром из Браги. Супер. И хорошая передача на Милика. Ну забивай, Милик. Отлично. Это голевая передача. Третья моя в Лиге Европы. Осталось две голевые еще до первого места. Вот так вот. И все. Ну мне кажется, мы уже точно в четвертьфинале. Дай бог, чтобы ни Бавария, ни Ювентус нам не попались. А больше там сильных соперников-то в принципе и не было. Ну как сейчас мы просто разбираемся? У нас очень хорошие выездные матчи. Пайет. Ох, как неплохо. Мунес. И ух, как сейчас забили-то, а? Двадцатая минута. Мы уже громим Фенербахче на выезде. 3-0. Просто сейчас посмотрите. Вот это вот классное движение. Впервые я после него забил. Удерживал Р1. И в сторону правым стиком, чтобы он как бы мяч вот так вот в сторону отвел. Это чаще всего при таких, знаете, подачах. Там перевод на другой фланг. А здесь у меня получилось еще и забить. Смотрим. Вот. Хоп. Продвинул и пробил в дальний. Но здесь, наверное, из-за того, что из-под защитника я пробивал. Очень хорошо. Алтай просто не смог потащить. А может быть и не Алтай уже на воротах. Я не знаю. Он ни разу не засейвил. Дубль. Вот суперская передача на меня. И отлично. Хэт-трик. Я думал, что сейчас просто в защитника мяч попал. В итоге нет. Он полетел точно в ворота. И первый хэт-трик Хавьера Муниаса в Еврокубках в ворота Фенербахче на выезде. На стадии 1-8. Ну, неплохо. А вроде даже это и мой, в принципе, первый хэт-трик за Марсель. Поэтому замечательно. Я не знаю. Я, может быть, сейчас даже попрошу, чтобы меня заменили после первого тайма. Ну, потому что я, в принципе, уже, ну, сделал работу. В плюс 5 мячей мы ведем. Я забил хэт-трик, отдал голевую передачу. Поэтому давайте я попрошу замену. Надеюсь, что заслужил отдохнуть. Ну, я попрошу замену. Потому что, в принципе, все уже сделали. Вот. Так, замена. Выйдет восьмой номер. Это Рунье вроде, да? Нет, Джерсон. Ну, пожелаем ему удачи. Так, ну, все-таки пропустили. Эннер. Вот так вот забил. Там Манданда косичок у него был, конечно, вот сейчас вот. Но он забил. Ох, вы видели, прям из трибун выбежали игроки Фенербахче. Странно, конечно, но 4-1 по сегодняшнему матчу. Милика еще и меняют. Написано, Валенсия забил. Ну, будем называть его тоже Валенсией. Вряд ли отыграют игроки Фенербахче. Сейчас вот это вот наше преимущество. Итак, 5-1. 79-ая минута. Жерсон забил, который вышел вместо меня. Поздравляю и его с забитым мячом. Неплохо здесь сейчас сделали вот эту вот подачу. Ну, и без меня, в принципе, Марсель, как мы видим, забивает. Поэтому замечательно. Победа точно у нас в кармане. Ну, что же, финальный свисток. Замечательная победа Марселя над Фенербахче. Со счетом 5-1 мы забираем наш заслуженный мяч за забитый хэт-трик. Поздравляю всех, кто болел за меня. Вот. Ну, по оценке. 10-0, естественно. 3-1 у меня. Две голевые отдал Харид. Сегодня гол забил Милик. Голевую отдал Трезеге. Ну, и так же там вроде как... Почему на Жерсон это не записали? Он же вроде забил. Я не понял. А кто еще-то тогда забил? У меня вот 3. Потом еще один Милик забил. А кто 5-й-то забил? Автогол? Сейчас я не понимаю. Так вот. Здесь я выйду, да? Общие сведения. Я бы посмотрел... А кто реально забил гол? Вот. События надо было сразу нажать. Давайте к ним мы и перейдем сейчас. Мунис, Милик, Мунис, Мунис. Первый тайм закончился. Жерсон вышел. Валенсия забил. Азиз забил автогол, оказывается. Вот как. Ну, да ладно. Главное, что мы побеждаем. Замечательно. Так, ну и возможные наши соперники. Я вот сейчас не знаю. Ну, здесь смотрим. Во-первых, Леон выходит дальше. Это уже плюс. Потому что соперника мы более-менее знаем. Дальше. Зальцбург. Обыграл Уэстхэм. Это даже нам полегче, мне кажется, будет. Потому что Уэстхэм тяжелая такая команда. Ньюкасл проходит Лиль. Вот тут тоже, мне кажется, с Лилем нам было бы полегче играть. Ну, а дальше. Прошла дальше Бавария. Обыграли они Айнтрахт. Реал Соседат прошел, к сожалению. Локомотив. До свидания. Ювентус обыграл Славию. Вот. Ну и Аякс. Поэтому, в принципе, готов играть со всеми. Кроме вот Баварии и Ювентуса. Вот. Просто надеюсь на то, что в четвертьфинале они мне не попадутся. Вот. Как-то так. Два задания мы выполнили. Это рейтинги успешной обводки. Сто процентные у меня, кстати, обводки. Ну и ни разу, я так понимаю, мы и не навесили. Так. Ну что же. Сейчас я нажимаю на следующий месяц. Скорее всего, там уже есть наша жеребьевка. Реал Соседат. Мне кажется, вообще супер в четвертьфинале. Так. Ну, раз я уже нажал и посмотрел. Давайте мы посмотрим другие пары. Надеюсь, Бавария и Ювентус в четвертьфинале встретятся. Нет. Леон будет играть против Ювентуса. Зальцбург. Так. Я не понял. Бавария вылетела. Бавария реально вылетела. Я почему-то подумал. Вот так 4-3 посмотрел. Бавария-то в итоге вылетела. Поэтому будем надеяться на то, что вот Ювентус нам удастся где-то вот обыграть. И дай бог, чтобы в финале только вот мы встретились. Поэтому как-то так шансы у нас увеличиваются. Леоны, надеюсь, поборются. Зальцбург и Франкфурт. Ну, мне кажется, Айнтракт пройдет. У вас они и Баварию прошли, то и Зальцбург пройдут. А Якс-Ньюкасл здесь, не знаю, на самом деле. Ну, наверное, по силам Ньюкасл будет посильнее. Хотя сейчас идут в конце, в реальном времени, в реальной жизни, в конце турнирной таблицы АПЛ. Но вот посмотрим. Ну и Реал Соседат. Такой интересный соперник. Тем более из Испании. Мы снова вернемся в Испанию. Ну и перед матчем, там, я надеюсь, я не забуду посмотреть, на каком месте они находятся у себя в чемпионате. Ну что же, у нас сейчас последняя игра в этом выпуске. 29 тур. Играем против Ниццы. Они идут на пятой строчке. Но у нас лидерство в 10 очков, поэтому можно заканчивать. Так, надо сейчас посмотреть, сколько я буду играть против Ниццы, чтобы понимать примерно. А у нас здесь, в принципе, я так понимаю, это в сборную вызов. Поэтому здесь мы можем полностью весь матч против Ниццы сейчас отыграть. Тем более мы полматча всего лишь против Фенербахча играли. Марсель против Ниццы. Поехали. Итак, наше задание оценка, точные передачи. Давайте точные передачи тоже давно не было у нас. Поэтому лично для себя попробуем. А нет, мы выбирали вроде уже в этом выпуске точные передачи, но я их вроде как недовыполнил. Такое понижение на классе. Вот, есть неплохое у нас продолжение нашей атаки. А здесь и на дальнюю можно было бы подать. И Харит забил все-таки голевая моя передача пошла отлично. Давно я не отдавал голевые передачи, еще и с навеса. Я не помню, у меня было сейчас задание там по навесам или нет. Вроде не было. Но какой шикарный голевой пас. Тем более Бенитеса мы пробили, которого не могли целый час пробить. Главное, что точно Жерсон побежал. Жерсон в атаке. Но здесь можно и передачу отдавать, а он перебрасывает серьезно. 2-0. Жерсон забил и это все, ну, можно сказать, началось с меня из-за того, что я начал эту контратаку с углового нашего. Отлично. Как сейчас здесь все грамотно сделали. А вот и Жерсон тоже умеет перебрасывать вратарей. Как я говорю, вот это действительно фишечка. Имба FIFA 22 лично для меня это перебросы. Очень мне нравится. И все-таки забил Харид. Все-таки забивает еще и Харид дубль. Скорее всего, станет он игроком матча. На последней уже там, даже на лишней минуте, на 93-й он забил. Счет 3-0. Дубль Харида. Гол Жерсона нам приносит 3 очка. А я отдал только голевую передачу сегодня. Поэтому вряд ли действительно стану игроком матча. Но в любом случае, команда очень хорошо отыграла. Но я на самом деле сейчас ожидал в последнем голе, что Харид на меня отдаст. В итоге нет. В итоге нет. Харид 9-5 оценку получил. Дубль забил. Я отдал одну голевую. Диенг отдал две голевые. Ну и вот Жерсон. Кстати, Жерсон забил первый гол в сезоне в Лиге 1. Ну что ж, сделали два задания. Рейтинг матча и точная передача. Вот владение мячом, к сожалению, 46% у команды было. Но надо было 55. Ну главное, на самом деле, то, что мы победили. Так, ну а еще на самом деле, лично для меня странно, то, что у меня рейтинг 79. Мне 17 лет. А меня до сих пор не вызывают в сборную Мексики. Так, ну то есть я даже посмотреть не могу. У меня здесь Еврокубки. Потом. Это что такое? А, это на повышение. Кубок Франции и Лига 1. Все. То есть я не могу даже смотреть, где сейчас там Мексика, в принципе, участвует. В отборах, каких не в отборах. На товарищеские матчи меня тоже не зовут. Вот это, в принципе, странно. Ну и сейчас, кстати, я бы посмотрел. Так, ну тренировочка, во-первых. Сейчас давайте мы посмотрим, какие там кандидаты на звание игрока. Месяца в марте в Лиге 1. Неймар, Мбаппе, я и Харид. Да? Да. Вот как-то так. Так, ну, я сейчас посмотрю. Так, игроки отправятся в сборный, вот. А вызвали только Милика. Меня не вызывали. Так, моя карьера. Я бы вот хотел посмотреть, сколько. Лучший игрок месяца 7 раз я получил. И здесь тоже 7 раз за Валенсию. То есть это в целом за год, вот это 21-22 за сезон, я уже 7 раз признавался игроком месяца. Но вот не могу посмотреть, сколько раз я в какой команде получил. Вот в Лос-Анджелии. А, или это в принципе за все, что ли? Серьезно? Как-то странно. Это общая такая статистика. Вот. Так что я даже не знаю, как здесь это вот посмотреть. Ну, поэтому давайте мы сейчас будем заканчивать. Вот. Подведем итоги. В чемпионате идем на первом месте. У нас сейчас лидерство в 7 очков. Но если мы обыграем сейчас, вот Сан-Ситиен будет 10. Поэтому здесь в принципе все понятно. В Кубке Франции мы будем играть, кстати, против ПСЖ в полуфинале. Поэтому, ну вот, будем стараться, чтобы выйти в финал. В Лиге Европы мы встречаемся против Реалса Сидада. Ну и по статистике нашего игрока. В Лиге 1 мы идем на четвертом месте. В списке бомбардиров нам осталось 12 забитых мячей до Неймара. По голевым передачам. Я не помню. Вот. Я на 25 месте. 4 всего лишь голевые передачи. Ну, вряд ли здесь у меня получится Милика догнать, у которого 9. Ну, вот как-то так. В Кубке Франции я иду на втором месте. У меня 3 забитых мяча за 3 игры. Вообще хорошая статистика. И также по голевым передачам я иду на 6 месте. У меня 1 пас за 3 игры. В Лиге Европы я иду на первом месте. Опередил Хазри. Ну, наверное, здесь по матчам так смотрится. За 4 игры забил 7 мячей в Лиге Европы. Замечательная статистика. И по голевым. За 4 матча отдал 3 голевые передачи. Иду сейчас на 6 месте. Поэтому вот как-то так. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. Всех с наступающим Новым Годом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok